Всем привет! Это подкаст Турборождов о Формуле-1, ее героях, событиях и происшествиях. С вами редактор Sports.ru Дмитрий Федотов. Поехали! Совсем скоро, с 18 по 20 марта, в Бахрайне стартует 73-й чемпионат мира Формулы-1. И буквально за неделю до первого гран-при сезона в этом же Бахрайне, на трассе Бахрайна Интернешнл, в пригороде Манамы Сахири, прошли вторые заключительные предсезонные тесты, на которых мы наконец-то увидели и настоящие машины многих команд, в том числе и Мерседеса, которые представили абсолютно уникальное явление. Я бы сказал, даже машину практически без боковых понтонов. Но также заметили и кое-какие проблемы с надежностью, кое-какие тенденции, например, с тем, что машины подпрыгивают на прямых. Неожиданно это явление, которое пришло из начала 80-х. И также, в принципе, получили кое-какие подсказки о расстановке сил перед началом непосредственно самих гонок. Давайте об этом порассуждаем. Скорости команд, расстановки сил перед стартом сезона в Формуле-1. Начать хочется с того, что результаты в целом оказались достаточно плотными, достаточно такими кучными. Провалов явных мы не увидели. То есть не было такого, что какая-то команда проиграла внезапно всем по 10-7 секунд. Да, конечно, это не значит, что абсолютно все команды были настолько плотными, что у нас может выстрелить абсолютно любое. Нет, такого, конечно, не было. Есть и фавориты по-прежнему, как в прошлый год, и есть и аутсайдеры. И, конечно, было заметно, что самые инновационные какие-то решения, самые какие-то уникальные вещи на командах, на машинах, простите, появились именно в лучших командах, в топ-командах. То есть тот же Mercedes, тот же Red Bull, представившие какие-то совершенно вычурные вот эти вот понтоны. Вот такие команды, конечно, были более изобретательными. То есть здесь мы не увидели изменений. И, наоборот, самые простые относительно машины, которые мало отличались по своим внешним каким-то свойствам от представленного шоукара в прошлом году, самой Formula 1. Такие машины были больше всего заметны у вчерашних аутсайдеров или у команд из середины пелотона. Они не представили прям суперинтересных каких-то новинок. Но, забегая вперед, сразу скажу, что не всегда суперкрутая новинка означает супербыструю машину. Тем не менее, фантастических перемен в расстановке сил в сравнении с прошлым годом я тоже не ожидаю. Это не значит, что... То есть это значит, что я не жду, что какого-нибудь рывка там Хараса на первое место или Уильямса. Но в то же время предполагаемый мною распорядок сил вполне может ожидать смену лидеров. Возвращение команд, которые к победам, которые, скажем так, засиделись в местах за подиумами. То есть, да, борьба будет плотная, но, да, возможно, все-таки мы увидим кого-то, способного выигрывать гонки, кто это не делал давно. Итак, начнем. Пожалуй, я разобью команды на три группы, в кого я не верю. Команды, которые находятся в середине пелотона, но к которым у меня есть вопросы, которые могут выстрелить как в группу лидеров, так и откатиться назад. Ну и, конечно, предполагаемые фавориты. О них тоже, конечно, стоит поговорить. В кого я не верю? Ну, в первую очередь, это, наверное, Уильямс. Команда за все тесты не показала ничего вообще хорошего в плане скорости, ни на длинной дистанции, ни на короткой. У команды были проблемы с надежностью, у команды возникли трудности, даже возникло в один из дней возгорания машины из-за неудачной сборки и трудностей с банальной работой с тормозами. У команды один из слабейших пелотских составов. Несмотря на то, что оба парня, и Алекс Албан, и Николас Латифи, очень хорошие ребята, как гонщики, конечно, им еще далеко до признанных топов, вроде Фернандо Алонсо, и от их обратной связи, от их умения помогать инженерам доводить машину, будет очень много зависеть. И здесь, к сожалению, мне сказать что-то хорошее о паре и Вильямсе нечего. Команде будет сложно, но, в принципе, машина у них не очень сложная, судя по всему. Она способна добиться чуть-чуть большего, но не видно большого потенциала ни в паре пилотов, ни с точки зрения самой скорости машины. Следующая команда, в которую я не верю также, это ХААС. Дело, конечно, не в том, что они там внезапно поменяли состав пилотов, частично, убрав Никиту Мазепина из-за всем понятных событий, но и вернув Кевина Магдисона, который пропустил год. Тут скорее в том, что машина ХААС достаточно просто выглядит. Она выглядит как такая, знаете, бета-версия машины, которая должна быть готова к старту сезона. То есть она достаточно простая, у нее очень простое днище, она не выглядит сильно проработанной и продуманной. То есть понятно, что она соответствует регламенту, и понятно, что она будет лучше, чем машина, которая была в прошлом году, которая была, по сути, та машина прошлогодняя, была, по сути, практически неизмененной версией позапрошлогодней машины. Это не значит, что ХААС будет на самом дне, возможно, команда будет время от времени выстреливать, и кто знает, может, они даже из-за очки будут бороться. Еще раз повторю, сейчас пилотон на этих тестах выглядит очень-очень плотным. Многое будет зависеть от надежности, многое будет зависеть от того, как команды смогут настраивать машины и попадать в настройки. Возможно, ХААСу будет удаваться это лучше, но, опять же, состав не является лучшим гоночным, не является лучшим инженером ХААСа, не выглядит машина именно достаточно хорошо проработанной. И есть вероятность, что если потолок бюджетов повысит, остальные команды смогут им воспользоваться, а ХААС нет, потому что непонятно, как у команды дела с деньгами и спонсорами после расставания с Уралкалием. Поэтому ХААС я тоже ставлю в эту группу, в группу команд, в которой они верят. Следующая команда. Альфа Ромео. С одной стороны, были показаны, как и у ХААСа, кстати, хорошие времена в последние дни. ХААС, я еще раз вернусь к нему, они даже показали отличный результат. Кейна Магнусен в один из дней. Команда получила дополнительное время. Немножко час лишний поработало на тестах, за счет того, что они из-за сложности с логистикой из-за отмененного рейса или перенесенного рейса, они не смогли доставить детали. И им Формула-1 и все команды согласились дать еще час времени покататься на тестах. И Магнусен в это время показал лучшее время на трассе, побив рекорд тот, который в течение дня остановили другие годчики. Но было понятно, что это проехала машина с пустыми баками и у них, в общем, это, как говорится, на все деньги прокатились. Было понятно, что это и на полную мощность практически команда работала. Поэтому Альфа Ромео показала схожие результаты, но у Альфа Ромео плюс пока в том, что команда хорошо вроде бы работает на длинной дистанции с жесткими шинами, но много проблем с надежностью, очень много проблем с надежностью. Машина не всегда, конечно, выглядит как способной проехать полную дистанцию, поэтому у меня есть подозрение, что у Альфа Ромео в первом случае будут проблемы какие-то. Я их тоже не могу поставить в группу даже середняков, хотя потенциально, возможно, они способны и Ботас, как парень, любящий такую легкую недостаточную поворачивость, мне кажется, будет доволен самой машиной современной, потому что у этих валидов есть склонность к недостаточной поворачивости, особенно в поворотах медленных. И следующая, последняя команда, в которую я не верю, четвертая, это Альпин. К сожалению, для Фернандо Алонсо, судя по всему, тут уже знаете, здесь скорее приходится ориентироваться на какие-то слухи и отзывы изнутри команды, и, судя по всему, Алонсо недоволен машиной, Акон на ней ничего долго не сумел показать на длинной дистанции, хотя, в принципе, времена у того же Алонсо показывают, что определенный потенциал бороться за очки есть, но, как вы понимаете, для Алонсо просто бороться за очки этого мало, ему нужны подиумы победы, но очень похоже, что Альпин до подиумов в этом году ехать не сможет или сможет за трудом. Собственно, возможно, по этой причине мы увидели и зимой перестановки в команде, в руководящем составе, укрепление власти Ларона Росси и появление отморозов Науэра из Астан-Мартин, возможно, эти люди будут как раз укреплять гоночную команду и стараться сделать ее быстрее, но, понимаете, для Алонсо это, как бы, может быть, уже оказаться поздно, все-таки он не вечный, и гоняться до еще несколько лет на том же уровне это будет сложно, даже для такого мастера. Тем не менее, я думаю, что сам Фернандо способен на большие свершения, и в некоторых гонках он, конечно, должен будет продемонстрировать свое мастерство. Я, в общем, предполагаю, что если Альпин будет надежной машиной, что если где-то в настройки команда попадет, то, может быть, мы даже увидим подиум Алонсо, это будет хороший результат, но, честно говоря, верить в это с большим-большим трудом. Следующая группа команд, которая, в общем-то, достаточно близка по моим предположениям, ну, не только по моим, но и по многим. Я, кстати, хочу отметить, что я использую при подготовке к этому подкасту материалы, которые писала издание «Автоспорт», издание The Race, инсайдерская информация от Марка Хьюза, его анализы, расстановки сил именно по скорости с учетом топливной загрузки на длинной дистанции и на короткой, а также, конечно, собственные наблюдения, потому что тесты все-таки еще можно было смотреть на F1 TV, то есть личные наблюдения и какие-то, конечно, новости, инсайдерская информация, даже не инсайдерская, а открытая информация, высказывания самих гонщиков и боссов команд о том, как чувствуют себя сами коллективы. Так вот, следующая группа команд, к которым у меня есть определенные вопросы. Это команды, которые, вполне возможно, могут ворваться в топы, но у них есть какие-то либо проблемы, либо им не хватает скорости, которые, вполне возможно, застрянут в середняках и будут бороться либо за подиумы периодически при счастливом, так скажем, стечении обстоятельств, либо ни за что не будут бороться, а будут ехать, как в прошлом году, где-то в группе середняков. В первую очередь, это, конечно, Альфа Таури. Это такой легкий клон Red Bull с точки зрения, со всех точек зрения, на самом деле. Кроме того, что некоторые конструкционные особенности машины, они повторяют болит Red Bull в то же время, и не скажешь, что у команды есть какие-то дополнительные... В первую очередь, у Альфа Таури хороша надежность. В последний день Гасли проехал там овер дофигища кругов, это прям очень много. Видно было, что у Альфа Таури есть запас определенный. Но как будто команде не хватает немножко скорости, вот чего-то нет. То есть понятно, что будет команда работать над тем, что она умеет лучше всего, то есть над скоростью напрямых, но есть сомнения. Либо команда очень хорошо скрывала на тестах свою скорость, не включала, например, двигатель на мощную, либо я чего-то не знаю, но не было ощущения, что Альфа Таури способна на большие свершения. Это скорее, наверное, все-таки этот вот случай про из всех команд Формул-1, которые я наблюдал с тестами, и для которой для меня полная загадка с точки зрения ее способностей. Не исключено, что на самом деле это будет очень круто, но почему-то в команду из Файнса не очень хорошо верится. У них обычно возникают достаточно серьезные сложности с подготовкой к новому регламенту именно с точки зрения достижения раскрытия потенциала машины. Со временем, да, возможно, но, еще раз повторю, уверенности в них у меня нет. Другая команда, в которой нет уверенности, это Астон Мартин. Здесь тоже все хорошо с надежностью. Здесь все хорошо вроде бы со скоростью, но конструкция машины выглядит достаточно простой, как будто они еще перед началом тестов уже раскрыли свой весь потенциал и как будто уперлись в потолок. Но, возможно, это ощущение обманчивое, и все на самом деле будет хорошо. Хорошо может быть и для Себастьяна Фетра, потому что, судя по всему, машины, может быть, будут даже лучше ему подходить за счет того, что задняя часть машины с хорошей прижимной силой будет. Но, опять же, тоже нет уверенности, не видно какого-то огромного потенциала именно с точки зрения достижения скорости в поворотах в первую очередь. Сложно сказать. Возможно, Астон Мартин будет бороться иногда за подиумом, но пока не видно, что... Но, судя по тому, что было заметно на тестах, вероятно, Астон Мартин будет возглавлять группу середняков, то есть команда должна будет проходить в третий сегмент квалификации более-менее регулярно, и, если повезет, будет бороться за счет надежности иногда за подиумы. Но вряд ли больше, потому что просто есть команды, которые впечатлили сильнее. Следующая команда — это McLaren. И здесь очень тоже сложно сказать, на что способна. С одной стороны, команда оказалась одной из тех, кто быстро дал эффект вот этого подпрыгивания команд на прямых, машин на прямых, которое можно назвать галлопирование или дельфинирование, как некоторые говорят в англоязычной прессе, или еще как-нибудь, как будто машина, как на волнах, внезапно начинает подпрыгивать просто на прямой. И я чуть позже объясню кратенько, что откуда этот эффект взялся и как с ним, может быть, можно бороться. Но у McLaren очень большая проблема с надежностью. И в последний день как будто возникло ощущение, что и со скоростью тоже, в общем, есть некоторые проблемы. И, к сожалению, есть ощущение, что McLaren не будет бороться за победы в этом году. По крайней мере, в первых гонках точно. Слишком много сложностей. Или, или команда просто очень круто все скрывает так, что прям вообще ни у кого нет никаких подозрений в их способностях и возможностях. Но посмотрим. И, наконец, у нас три команды осталось, о которых, конечно, хочется поговорить, может быть, где-то чуть более подробно. Это Ferrari, Red Bull и Mercedes. Пожалуй, как ни странно, несмотря на вот эту крутую новинку в виде вжатых вот этих вот понтонов, очень маленьких, практически отсутствующих, у Mercedes, на эту инновационную вот вещь, хочется сказать, что Mercedes, похоже, сейчас вот к первой гонке, за неделю до старта первой гонки, выглядит в этой группе самой слабой командой. Неожиданно. Да. У Mercedes большие проблемы с поворачиванием машины в поворотах. Очень сильная, недостаточная поворачивальность, которую Hamilton просто ненавидит. Hamilton любит все-таки машину. Понятно, что все гонщики любят машину с нейтральной поворачивальностью, то есть достаточно отзывчивую и послушную без какого-то конкретного крена в сторону того, что передок не слушается или зад слишком, машина слишком вольно себя ведет. Но в данном случае ему приходится очень сильно как бы доворачивать машину в поворотах, и из-за этого происходит в некоторых виражах серьезнейшей блокировки колес. Это порча шин, можно сказать так. И Льюису тяжело, конечно, было видно. Расселу, его напарнику, тоже непросто. И, судя по всему, Mercedes к первой гонке еще пока просто не готов. Я полагаю, что Mercedes способен, конечно, развить свою машину, но все выглядело так, словно у команды не хватает именно опыта работы с этой машиной, и именно не хватает понятия, как ее настроить. Она очень капризная. Судя по всему, еще более капризная, чем машина прошлого года или позапрошлого, которую команда называла дивой. Но это будет вообще очень сложно и очень тяжело. И я не уверен, что Mercedes справится именно к началу сезона. Потом, да, скорее всего, сумеют понять, как это переделать. Но пока есть сомнения в том, что у них что-то получится. И важный момент, конечно, в том, что, как ни странно, эта машина, наверное, лучше по стилю пивотажа подошла бы в Алтари Боттсу. То есть, возможно, он бы хоть как-то смог бы там улучшить положение, но его нету. Он теперь в Альфа-Ромео. А с этой машиной нужно бороться Хэмилдону и Расселу, которые предпочитают немножко другой стиль пивотажный. И им как раз эта машина не подходит. Я не уверен, что эта проблема с внезапной недостаточной поворачиваемостью в некоторых поворотах и внезапной избыточной поворачиваемостью в других поворотах связана с конструкционными особенностями Mercedes именно из-за отсутствия понтонов. они все-таки немножко другую роль выполняют, но не исключаю и такой момент тоже, что воздушные потоки, которые перенаправляются вдоль этих понтонов, немножко ведут себя не так. Но мы этого не знаем. Я гадать здесь все-таки не буду. Просто отмечу, что пока выглядит машина непослушной и слишком, слишком, слишком медленной, подозрительно медленной, как будто особенно на выходах из поворотов, как отмечает Марк Хьюз, как будто команда не включает гибридный режим двигателя на полную мощность. То есть, возможно, Mercedes немножко скрывает скорость частично, но все-таки даже если будет ехать на полную скорость, даже с этим фактором Mercedes не выглядит способным догнать главных соперников. Немножко будет медленнее. Поэтому да, выглядит так, что сейчас Mercedes не будет бороться за победы. Это будет, пожалуй, главным сюрпризом, несмотря ни на что, если это произойдет в первой гонке в Бахрэйне. И у нас остаются две команды. Это Ferrari и Red Bull. Ferrari сейчас выглядит, пожалуй, главным фаворитом. Машина очень стабильна, машина очень быстра. У нее совершенно другая концепция, в отличие от Mercedes, который ездит без понтонов. У Ferrari, наоборот, они такие большие и длинные. И, как видим, это не мешает. И это одна очень важная деталь, которая говорит о том, что уникальные инженерные решения, они не всегда означают, что это будет стопроцентный хит и попадание в регламент, которое даст невиданное преимущество. Нет, иногда вот традиционные решения что-то дают даже больше. Может быть, машина более стабильна, например. Может быть, она понятнее себя ведет. И это тоже определенный плюс, что у вас, например, шире окно настроек. Вы лучше понимаете, как с машиной трудиться, что с ней можно сделать и как ее довести до идеального состояния в определенных условиях и в разных условиях, опять же. Плюс ко всему, надо сказать, что у Ferrari Sainz уже освоился в команде, Leclerc уже давно освоился в команде и в общем они показали, что они умеют выжимать даже из капризной техники достаточно многое. В отличие от того же Marstessa, где все-таки Джордж Рассел немножко это загадка, Шарль Леклер и Карлос Sainz ребята выглядят более такими стабильными и от них знаешь, что можно ожидать. Ferrari в общем кажется в данный момент главным фаворитом Гран-при Бахрейна, но есть один момент. Во-первых, Ferrari это Ferrari, которая всегда хорошо выглядит на тестах в Бахрейне и которая в общем-то в самом Бахрейне, если двигатель этой команды не задушен, она всегда выглядит на этой трассе более-менее хорошо. Она надежна, у нее почему-то прекрасное отношение с этой трассой, здесь прямые, они очень подходят, команда хорошо работает обычно на торможениях и на разгонах, то есть это работа подвески, стабильность есть определенная, то есть ну вот просто трасса идеально подходит Ferrari и если это так, то мы возможно немножечко видим такой сдвиг в позитивную сторону для Ferrari именно с этой точки зрения, что трасса подходит, машина вроде как готова к старту сезона лучше, чем у соперников и поэтому кажется, что они такие суперявные фавориты, но может быть на самом деле скорость их не столь значительно превосходит конкурентов и уже в следующих гонках мы не увидим большого преимущества, то есть да, сейчас Ferrari судя по всему, по отзывам всех и удивлению в падоке у многих людей выглядит как команда, которая способна выиграть гран-при Бахрейна, но это не значит, что во второй гонке они будут уже фаворитами, потому что Red Bull и тут я перехожу уже к этой команде, в целом все свои проблемы похоже решил, у них тоже есть определенные какие-то недостатки с капризностью машины в некоторых местах, но в целом, в целом Red Bull выглядит достаточно азыкчивым, достаточно послушным и после того, как команда все новинки представила и в последние дни появился на трассе посмотрел, вроде все работает, все хорошо, Red Bull походу способен будет побороться по чистой скорости, он выглядит не хуже, чем Ferrari, может быть даже где-то лучше, команда выглядит, как ее машина, аэродинамически очень эффективной, самое главное, что не было заметно каких-либо проблем на быстром круге, и это очень важно, потому что судя по всему, ожидание, что с обгонами будет очень легко в Formula 1, это ожидание, может быть, станет, немножко уйдет в прошлое, опять, вернее, уйдет в прошлое надежда на то, что будет все легко и хорошо с обгонами, потому что машины немножко создают вот этот вот эффект Sleep Stream хуже, чем предшественники, то есть, с одной стороны, вроде бы, говорят, в Бахрейне сейчас преследовать легче, но выглядит так, словно обгонять все равно будет непросто, особенно на тех трассах, где предрасположенность к обгонам никогда не была высокой, например, в Барселоне, то есть, сам эффект Sleep Stream оказался слабее от нынешних машин, чем вот их предшественников, поэтому мы посмотрим, как будет, конечно, ситуация, что, но в целом, если команды, которые будут хороши на быстром круге, судя по всему, в начале сезона, они будут иметь чуть больше преимущества, чем в прошлые годы, за счет того, что обгонять, возможно, будет все-таки сложнее, но у меня нету тоже большой уверенности в том, что вот я сейчас вот так сказал, по некоторым ощущениям просто и наблюдениям складывается такая картина. Другой фактор, который может повлиять на расстановку сил, да, с Red Bull я уже закончил, то есть, мне уже добавить нечего, кроме того, что, в общем-то, судя по всему, по скорости команда выглядит как один из фаворитов и соперником главным Ferrari в первых гонках сезона Mercedes будет немножко позади, то есть, из трех команд топов преимущество должно быть у Skudri и у Red Bull. Кто из них, это мы уже увидим уже непосредственно на старте сезона в квалификации в гонке. В общем, хотелось поговорить о факторе, который также может повлиять на расстановку сил. Это фактор, понятно, что работа с шинами, тут ничего не сделать, не узнать, не понять, пока мы не увидим пятничные тренировки в Бахрейне и саму гонку, потому что на тестах было не всегда понятно, с каким количеством топлива кто ездит. Но, судя по всему, так вот, знаете, смотреть, если на результаты и примерно оценивать, кто сколько кругов проехал, но в целом здесь не видно каких-то больших сюрпризов, это будет все решаться от гонки-гонки и от того, как команды умеют настраивать свою машину и сумеют настроить эту технику. Поэтому с шинами очень много вопросов неизвестно, кто как справится. А вот аэродинамический фактор, который мы назовем галлопированием, как его победить, вот это будет, пожалуй, самая важная вещь. я не могу сказать, что я очень хорошо в этом разбираюсь в таких моментах, но насколько я понимаю, как это работает, все зависит от того, как проходит воздушный поток под днищем машины, то есть там возникает такой аэродинамический эффект, благодаря трубкам вентури воздушный поток проходит под днищем машины, он создает там разное давление, получается, что снизу пониженное давление, машина как бы прилипает к земле, да, создается эффект, повышается прижимная сила за счет граунд-эффекта, но из-за того, что диффузор не справляется с таким огромным количеством воздушного потока, происходит срыв этого воздушного потока и машина как бы сначала накачивает этот вот воздушный поток под себя, а потом его как бы резко выпускает туда сзади и машина начинает колебаться подвеска ее если она достаточно мягкая, то у нас возникает сильное колебательное движение вверх и машина напрямую в итоге вот так вот просто начинает задом подпрыгивать то есть воздушный поток набирается выпускается выбирается выпускается машина прижимается поднимается и команды сейчас пытаются понять что можно с этим сделать дело в том что если самый простой способ конечно состоит в том чтобы просто приподнять высоту машины дорожный просвет сделать чуть выше если так сделать то это решит проблему напрямую машина перестанет скакать но в то же время потеряется значительная часть прижимной силы то есть в поворотах машина будет ехать хуже и сейчас инженеры идут размышляют каким способом можно и сохранить прижимную силу и лишить машину вот этих резких колебательных движений вверх и вниз и сейчас это все выглядит так что либо придется идти на этот компромисс поднимать либо делать особые отверстия и немножко менять днище что тоже очень сложно чтобы понять как выводить лишний воздушный поток чтобы сохранять сохранять прижимную силу проблема в том что это происходит именно на большой скорости и пока команды сражаются с этим явлением выглядело только по-моему только Макларен сумел более-менее обуздать этот эффект но как я понимаю за счет потери прижимной силы в поворотах поэтому кто справится с этим эффектом лучше остальных тот наверное добьется самого большого успеха в начале сезона может быть это даже не в начале будет сезон может быть чуть позже сам эффект был в свое время появился в формуле 1 в начале 80-х когда заработал граунд эффект на машинах и тогда тоже команда думала как с ним справиться и было другое решение не поднимать высоту а увеличить жесткость подвески таким образом машины перестали внезапно скакать то есть да у них были конечно определенные движения колебательные но не такие не такая амплитуда была и получилось так что подвеску сделали более жесткой но это отразилось на гонщиках когда те проезжали по кочкам вся вот эта вот мощь проезда по кочке она передавалась в пилотов и те стали жаловаться на головные боли на трудный пилотаж в конце концов это приводило к аварии и если сейчас инженерам не дадут команду конкретно фиа если как-то она не поменяет правила не изменит кое-какие места в регламенте чтобы принудить команды использовать определенные там например есть возможность чуть модифицировать днище там добавить небольшие дырочки как бы такие чтобы справиться с этим воздушным потоком то возможно команды опять же сейчас пойдут вот по этому пути ужесточения подвески жесткости и увеличения и это будет негативно влиять именно на пилотажную точку зрения скажем так и у нас появятся жалобы пилотов пока судя по всему к этому не идет но это возможно что интересно несколько лет назад команды рассматривали видимо не команды даже рассматривали а руководство формулы 1 когда создавало регламент оно рассматривало какую-то возможность и понимало что такой эффект может возникнуть и предлагало командам разработать активную подвеску в новом регламенте но от нее отказались активная подвеска позволяла бы за счет предустановок на компьютере менять высоту машины до дорожного просвета в поворотах и напрямых да это бы сразу поменялось сильно но в свое время от активной подвески отказались именно потому что она могла засбоить например и такой был момент как у Герхардбергера в 93 году на Гран-при Португалии он выехал из боксов у него сработала активная подвеска и машину резко бросила в отбойники буквально то есть ошибка немножечко в программе там какое-то значение неправильное ввели и человеческий фактор как я понимаю сработал что компьютер выдал это значение и активно то есть подвеска дорожный просвет изменился у машины и не в том месте где это должно было случиться и машина оказалась непредсказуемой в поведении и вот такие вот факторы они возможны снова будут поэтому я думаю поэтому команды не хотят возвращения активной подвески но собственно она и не вернулась так что нужно каким-то образом другим решать проблему с галопированием как они решат это будет конечно очень интересно посмотрим но пока выглядит так что скорее всего всем придется идти на какой-то компромисс компромисс это плохо потому что никто не хочет терять прижимную силу но как-то нужно будет с этим бороться посмотрим вот такие мысли перед стартом сезона я сразу отмечу что это мои предположения у вас они могут быть другими пишите в комментариях кого вы видите фаворитом перед стартом сезона кого вы видите аутсайдером кто по-вашему будет бороться за бодиумы чаще кто нет какие у вас надежды от новичков от новичка вернее джоу что вы ждете от ветеранов Себастьяна Фиттеля и Фернанда Алонца как вы думаете будет бороться за титул в этом году Льюис Хэмилтон и Макс Ферстаппин а может быть пришла пора Карлоса Сайнса и Шарля Эдеклера пишите об этом обо всем высказывайте свое мнение и последнее что я хотел отметить это конечно как смотреть Формулу 1 наверняка у многих из вас возникают вопросы учитывая что сейчас Россию отрезали от автоспорта полностью и легальных способов смотреть Формулу 1 у нас в стране не осталось я к сожалению не могу дать хорошего совета и стопроцентно легального решения смотреть гонки потому что на матче ТВ уже ничего не будет контракт разорван как я понимаю именно разорван а тоже не переостановлен а полулегальный способ это конечно Ф1 ТВ вы должны иметь банковскую карту другой страны и желательно хороший VPN либо такой способ то есть может быть у вас там например бабушка брат сестра мама друг живет где-то за границей в той стране где работает Ф1 ТВ и этот человек может поделиться данными банковской карты может быть еще какой-то есть способ ну и наконец другой полулегальный такой способ это IPTV с нужными каналами где показывают Формулу 1 где есть например Sky Sports F1 или может быть немецкие какие-нибудь каналы или может быть там я не знаю сетанта осталась или нет но возможно через IPTV можно будет смотреть остальные способы насколько я понимаю сейчас абсолютно нелегальные и конечно я их рекомендовать точно не буду поэтому вот и все что можно сказать перед началом сезона ищите способы надеюсь вы найдете их и сможете наслаждаться гонками в этом году они все-таки должны быть очень интересными и судя по всему нас ждет достаточно интересные перемены по сравнению с прошлыми сезонами мы может быть перестанем видеть доминирование одной серебристой команды пока что это выглядит как вполне вероятный сценарий всем пока Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...